Я хочу сказать лишь одно. Я не знаю, как мы смогли выжить после этого ролика. Поэтому, если хотите узнать всю правду, то досмотрите его до самого конца. Cartoon Cat реально существует. И я знаю, где он обитает. Меня зовут Борис Васильевич Фёдоров. Я учёный. Очень много занимался над вопросами химического оружия. И в процессе этого мероприятия мне всё время попадался на базе код. Он вечно то появится, то растворится. Где он жил, я понятия не имею. Но потом я узнаю, что его прозвали Cartoon Cat. Ребята, в общем, вы сами слышали этого старого учёного. Мы приехали на заброшенную военную базу, ребят. Это очень опасный видеоролик. Но мы сюда приехали, чтобы найти Cartoon Cat, ребята. Он по-любому здесь обитает ещё 63-го года. На самом деле, очень страшно, потому что мы здесь уже с пацанами походили. Здесь везде разбросаны какие-то пули. Прям видно, ребят, что военные пытались сопротивляться и противостоять Cartoon Cat. Но у них ничего не получилось. Ребята, смотрите, здесь очень много гильз. Здесь, похоже, проходили учения, возможности. Прямо здесь даже пытались отстреливаться от Cartoon Cat. Смотрите, какую Cartoon Cat сделал дыру. Вот, смотрите. Там вся стена полностью расстреляна. Военные пытались отбиться от кота. Но, как вы видите, весь этот лагерь полностью заброшен. И у них не получилось это сделать. Я знаю, что очень многие знают про такого персонажа, как Сиренеголовый. Но существуют ещё очень страшные монстры в этом мире. Это Cartoon Cat и Sonic XZ. Ребят, несмотря на то, что они не такие популярные, как Сиренеголовый, они очень опасные, очень кровожадные. И ни в коем случае не отправляйтесь на те места, где они могут как-то обитать. Посмотрите, эти дырки, во-первых, они явно от пуль. Это раз, во-вторых, я без понятия, какой калибр у оружия должен быть и какая мощь противостояла этому Cartoon Cat. Но никто не смог с этим справиться. Прошло много времени, и на эту базу стали ездить туристы. Приехала одна группа туристов. Самое интересное, что я услышал, что они все пропали. Остался только всего лишь один человек. Он рассказал, что видел довольно-таки интересное существо в виде кота. И он ходил на двух ногах, в белых перчатках. Здесь раньше жили люди, и их больше нет. И всё только потому, что однажды сюда проник Cartoon Cat и уничтожил всё живое, что было вокруг. Смотрите, кстати, вот это. Слава богу, что мы находимся на первом этаже, потому что я мог прямо сейчас на ваших глазах оказаться на месте тех военных, которых уничтожил Cartoon Cat. Я уверен, что это его ловушка была. Во-первых, на что мы сразу обратили внимание с пацанами, это то, что там длинная мощёная дорога, которая непонятно куда ведёт. Кто будет делать такую хорошую дорогу в таком месте, которое никуда не ведёт? Посмотрите. Видите? Подожди, Артём, там обрубленные провода. Возможно, что они подключены, потому что туда уходят они дальше, к электростанции. Видно, как военные ребята уезжали, прям покидали быстро эту военную базу. Кто-то направо, кто-то налево, в разные стороны. Реально они просто спасались. Блин, после вот этих обрубленных проводов мне прям страшно туда заходить. Мне кажется, Cartoon Cat обрезал эти провода, чтобы военные не смогли связаться с главным штабом. И Cartoon Cat смог с лёгкостью уничтожить просто весь посёлок военных. Могу дополнить, что местные жители очень часто наблюдали кота возле колодца. Там вот, видите, колодец? Колодец в столике. Он, возможно, прячется в этом колодце. И ночью, когда все спят и не ожидают ничего плохого, он выпирается. Давайте заглянем. Пацаны, тут просто дна не видно. Чтобы понять, насколько глубокий этот колодец, можно просто кинуть камень и послушать, как быстро он упадёт. Вот только через секунд 10 он упал. Надеюсь, что Cartoon Cat всё-таки обитает не здесь. Давайте, пацаны, проходим дальше. Ребята, это бронестекло. И тут, видимо, реально оборонялись. Кстати, видите, как оно поплаивалось от удара Cartoon Cat? Мне кажется, что это не от его удара, а то, что военные сжигали тут всё просто бензином, расплёскивали, поджигали, чтобы хоть как-то этот демон ушёл отсюда. Ребят! О! Ничего себе! Это же чёрный ящик, нет? Законсервировано по январь 2023-го. Подождите, стойте. Ребята, мы что, нашли чёрный ящик учёного? Этот разъём использовали в 90-х годах. Мы не сможем подключить это к современному ноутбуку. Ребята, давайте считаем информацию из этого ящика. Так, ты точно сможешь считать? Я, по крайней мере, попытаюсь. Я знал, куда я еду, поэтому я взял переходник из 90-х на HDMI обычный. Поэтому давай сейчас прямо мы это и подключим. Смотрите, просто идеально входит. Здесь какие-то файлы. Похоже, это и аудиофайл. Давай, включаю. Начать испытание биологического оружия на человеке. Номер 153. Вы вообще понимаете, что мы нашли? Показатели в норме. 5, 4, 3, 2, 1, запуск. Стоп, оздоравливая портуру. Жизненные показатели из которого нестабильны. Выключайте остановку. Что происходит? Что это, господи, все, которые... Вы слышите, что он сказал? Пацаны, давайте просто скачаем эти файлы и начнём разбивать лагерь. Всё, скачал, 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 скачал. Вы тогда смотрите ещё другие помещения, я пойду лагерь сделаю. Тебе точно помощь мне нужна? Да не, я думаю, справлюсь. Сафик, если что, только обязательно звони. Или по рации с нами свяжись. Хорошо. Один из дней приехали ребята, блогеры, которые хотели разобраться в этой загадочной истории. Ну, по крайней мере, я им ничем не мог помочь. Потому что все документы, которые у меня и были, они все остались на той базе. Прошло определённое время, но как сейчас я помню, одна была жёлтая папка, другая зелёная. Вот в этих папках двух были и документы. Мы сейчас хотим с Бруно найти квартиру этого учёного, чтобы найти его в старой записи. Потому что именно в них он указал, как можно бороться с этим картон-кэтом. Именно здесь отстреливались дробовиком. Это от дробовика гильзы. Я очень надеюсь, что тот, кто отстреливался, всё ещё живой. Проблема даже не найти дом, в котором найти документы. Проблема попасть на второй этаж, потому что ни в одном из этих домов нет лестницы. Смотрите, вот здесь вот шла вот так вот лестница, но ни в одном здании ни одной лестницы. Кто-то их украл. И, возможно, кто-то сделал это совершенно не случайно. Помнишь вот этот вот дом, который стоит вдали от всех этих домов? Мне кажется, именно там жил учёный, потому что он тогда упоминал, что он жил вдали от всех. Пойдём найдём этот домик, попробуем пробраться на второй этаж. Вот, нам нужно вот туда. Мы можем по дороге по той пройти, которая где брусчатка. Видимо, эта брусчатка там не просто так. Она ведёт к самым главным на этой военной базе. Вот ей поставил палатку. Пока что она прогревается, я здесь поставил печку. Потом мы кинем ещё спальники. И ещё, ребята, посмотрите. Пока там палатка разогревается, ребята, я поставил её прям под ёлкой. Чтобы нам, если что, не мешал никакой там снег, дождь и так далее. Смотрите, здесь я поставил столик. Ну, я думаю, потом его ближе к ночи уже уберём туда в палатку. Пока ещё не стемнело, мне нужно расставить кое-что. Я напоминаю, что мы записываем все обещания перед своими подписчиками в эту тетрадь, чтобы их не забыть. И на данный момент там два обещания. Первое обещание, которое было в игровом доме на дереве. 100 тысяч лайков, и мы снимаем подводную комнату. И ещё, мы обещали, что если под роликом, где мы открываем кейсы стенду в два, наберётся 100 тысяч лайков, то мы потратим 100 тысяч голды. Ребята, когда под этим роликом, под этим будет 100 тысяч лайков, мы обязательно с Бруно найдём Соника Игзи. Я напоминаю, что мы записываем все свои обещания в эту тетрадку. И я всегда ношу её в рюкзаке. Ты можешь быть уверен в том, что когда эти лайки наберутся, то мы обязательно снимем ролик про Соника Игзи. Мы с собой взяли вот это. Это, ребята, настоящий медвежий капкан. Чтобы попробовать поймать картон-кэта и подснять это на камеру. Я сейчас возьму капканы и буду расставлять эти капканы вместе с камерами. Возможно, что картон-кэт пройдёт мимо, его зацепит этот капкан. Он очень мощный, ребята, пружина здесь очень мощная. Она на медведя рассчитана. Он захлопнется. Картон-кэт зацепится за него. Мы его как раз подснимем и покажем вам, что он реально есть. Слушай, мне просто даже интересно, что это был за дом. Возможно, здесь хранили оружие и боеприпасы. Ты видел, сколько там гильз? Здесь реально было много оружия. Ладно, ребят, на самом деле, мне кажется, что дом этого учёного находится там. Давайте попробуем пойти туда. Я думаю, здесь нужно поставить по-любому ловушку. Потому что, ребята, этот домик самый ближайший к нашей палатке. Нужно выбрать какую-то открытую местность. Я думаю, именно здесь можно и поставить капкан. Нужно разогнуть эти штуки. Главное, ребята... О, вы слышали? Главное, не пихать сюда руки. О, капкан заряжен. Так, теперь осталось поставить куда-то камеру. Я думаю, самое незаметное место для камеры будет на окне. Приподнимем чуть-чуть. Ребята, теперь эта камера будет фиксировать капкан днём и ночью. Чтобы картун-кэт реально вляпался в этот капкан. Я нашёл ещё одно место, куда можно поставить капканы. Если картун-кэт будет идти прямо около стены, то он наткнётся по-любому на этот угол. Я думаю, на этот угол нужно поставить капкан. Всё, ребята, капкан закрыт. Нас очень расстраивает то, что большинство людей смотрят наши ролики без подписки. Пожалуйста, ребятки, если вам не сложно, можете хоть чуточку сделать какую-то капельку радости нам. Можете, пожалуйста, нажать на красную кнопку подписаться. И тем самым вы нас очень сильно обрадуете. И замотивируете нас делать ролики ещё чаще и ещё интереснее. Ребят, мне на самом деле очень страшно смотреть на вот эти вот бетонные плиты, которые почему-то обвалились. Блин, смотри, кстати, они там такие ровные. Они как будто новенькие. Ребята, посмотрите, какой борщевик. Это капец. Слушай, тут достаточно нормально. Там безопасно? Ну... Как тебе сказать? Так, аккуратненько. О, чёрт. Всё скосили. Видите, там рубили деревья, чтобы если картун-кэт подходил даже с дальнего расстояния, его можно было легко обнаружить. То есть военные основательно здесь всё подготовили. Люди просто выходили и приминали траву, чтобы было всё видно, чтобы никто не прятался в этих зарослях. Блин, капец, куда ты залез, а? Ты понимаешь? Нифига. Слушай, нам... Я нашёл квартиру этого учёного. Похоже, именно здесь он жил. Это документы за 72-й год. То есть мы всё-таки смогли найти эти записи? Ты понимаешь, что у нас теперь есть доказательства, что картун-кэт существует? Пока что нет доказательств, но эти документы очень важны. Смотри, 13 апреля. Мы завершили испытание новой сыворотки. На мышах испытания прочли неудачно. Есть продвижение в исследованиях. Видимо, они пытались с помощью мышей заманить картун-кэта. Они пытались понять мотивацию этого кота. Он нам говорил, там, если вы найдёте зелёную тетрадь, в этом же здании должна быть жёлтая тетрадь. Я пойду там посмотрю. Артём! Это документы за 72-й год. Это 6 лет спустя. 78-й. Вот этот кот! Смотри, я нашёл его! Он нашёл тогда картун-кэта. Он нам не врал! То есть 40 лет назад он всё-таки смог найти его. Я потерял счёт времени. Он преследует меня. Кто здесь? Ответьте мне. Хватит мучить меня. Я устал. И всё это картун-кэт. Бери этот супер-юзак и побежали к Сафику. Серьёзно. Надо отсюда сваливать. Пока я здесь был, ко мне прибежал такой замечательный пёсик. Я его решил приручить и назвать его Лайк. Он самый крутой на свете. Вот и какой хороший пёсик. Поставьте лайк за лайк, да? Нифига ты тут, Сафик, устроился. Что это за пёс? Это кто у тебя? Это Лайк. Это мой новый пёс. Да, Лайк? Ну, Сафик, мы, конечно, рады, что ты нашёл питомца. Ну, покажи ему тетрадки. Ну, мы же сюда с этим идём. Сафик, посмотри. Ты больше в этом разбираешься. Дело совершенно секретных записей. 78-й год. Испытание. Ёкарный бабай. Это же изображение картун-кэта. Мы нашли эти документы в квартире, где раньше жил этот учёный. Сейчас скоро будет темнеть, и нужно уже запускать дрон, чтобы увидеть все эти непонятные аномалии и картун-кэта. Сейчас можно с ноутбука запустить дрон. У тебя ноутбук красаут? Сафик, ну ты же знаешь, что я постоянно в красаут играю. Вот и налепил. Ребята, а вы, кстати, в курсе, что киберпанк будущее окутало красаут? Знаете, почему вам нужно скачать красаут? Потому что в красаут вы можете собрать боевой спорт, карт и сотен деталей. Могущественный синдикат захватил город, уничтожая врагов среди небоскрёбов, деловых центров и монорельсовых дорог, чтобы вернуть контроль над мегаполисом. Получая новые детали и оружие в битвах. Кстати, Артём, ты знал, что теперь в красаут есть кайдзю? Мощная сверхсовременная пушка. Постави на свою машину гоночные колёса или используй дронов. Побеждай других игроков и прокачивай батл пасс. Устраивай рейды на боссах и зарабатывай репутацию у могущественных фракций, чтобы открывать доступ к передовым технологиям. Я, кстати, продаю ненужные детали на чёрном рынке другим игрокам. И покупаю новые модули для машин, генераторы невидимости, ховеры, радары, ускорители и многое другое. Участвуй в клановых войнах и соревнуйся в гонках. Покажи своё мастерство на самых безумных трассах города. Так что, ребят, обязательно скачивайте красаут по первой ссылочке в описании. И не забудь получать кибербонусы. Пацаны, может, дрон уже запустим? Потому что я очень хочу посмотреть на всю эту территорию с птичьего полёта. Ребята, всё, мы наконец-таки запускаем дрон, чтобы найти картун-кэта. Здесь должны быть его где-то следы. Давай, лети! Давай осмотрим все окрестности. Картун-кэт по-любому должен быть где-то здесь, ребята. Слушай, может, полети к дому, где раньше жил этот учёный? Вот, Сафик, мы были в этом доме, и там нашли тетрадки этого учёного. Поэтому, возможно, картун-кэт где-то будет здесь, ребята, недалеко. О, смотрите, какие там зелёные деревья, всё серое. А вот эти именно деревья зелёные. Это значит, что под почвой есть какие-то удобрения. Ну, возможно, там вода есть, и, возможно, что там есть пещера водяная. Что если картун-кэт и спрятался в пещере? Там ещё, поверни налево, там есть ещё дома. Во-во, давай там посмотрим. Это похоже даже на какой-то ангар или амбар. Там, возможно, танки раньше хранили. Видишь, кстати, тут крыша провалена. Скорее всего, картун-кэт лазил по крыше. Подожди, стой! Это, похоже, та самая больница. Да. Ребята, это больница, где делали вот эти вот страшные опыты, чтобы поймать картун-кэт. Там раскиданы какие-то ветки, видишь? Это выглядит очень странно. Зачем кому-то заносить такие большие ветки в это здание? Возможно, чтобы от кого-то защититься. Вот этот посёлок, где мы ходим. Мы уже осмотрели каждый дом, расставили ловушки. И я вас уверяю, то что мы 100%, ребята, поймаем картун-кэта, если ты прямо сейчас нажмёшь на кнопку подписаться и на кнопку лайк. Я удивлён то, что мы, наверное, облетали уже очень большую территорию, и мы ни разу не встретили картун-кэта. Подожди, подожди. Ещё дальше что-то есть? Да, там ещё дальше какие-то развалины. Так, смотри, это какая-то крепость. Это очень старая военная база. Может быть, там тоже делали какие-то опыты? Угу. Во-во, видишь, там далее лагерь военных тоже дальше идёт. И они огородили, чтобы в этот лагерь не попал картун-кэта. Давай, завершаем взлёт. Нужно посмотреть файлы у тебя в палатке. Пока что мы ничего не нашли, но, ребят, если что, это не последний залёт. Мы будем искать, пока не снимем для вас реального картун-кэта. Мы облетели слишком большое расстояние. Ребята, я уверен на 200%, что картун-кэт должен быть где-то здесь. Ну, по-любому где-то он запалился. Ну, вроде ничего необычного нет. Такое ощущение, как будто этот учёный нас обманул. Смотри, ты на дроне повернулся, смотри на дорогу. Воу, это же картун-кэт! Смотри, какие чёрные следы он оставляет за собой. Ребята, посмотрите, это чёрные следы картун-кэта. Как мы первый раз-то это не заметили? Так, вот мы прилетаем. Подожди, нет, там что-то было в окошке. Так, сейчас подожди, отмотаю назад. Там в окне был картун-кэт. Так, давайте ещё раз этот момент. Ребята, вы понимаете то, что там в окне был картун-кэт. Давайте так, Софик остаётся в палатке и сидит за нами с дроном. Будет наблюдать за ситуацией сверху. Я верил, что он существует, но я не думал, что он настолько страшный, ребята. Подождите, а где лайк? Кажись, он убежал. Пойдём на улицу, посмотрим эти следы и найдём лайк. Я надеюсь, что Софик нормально сможет за нами следить с дрона. Я очень сильно рассчитываю на то, что он предупредит, если что. Если появится где-то картун-кэт, мы идём до следов. Вот здесь, вот здесь был замечен картун-кэт. Как мы его сразу-то не заметили? Вот, 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 вот эти следы. О, это следы картун-кэта. Вот, огромные, просто огромнейшие следы картун-кэта. Вот, они ведут вот куда-то вот сюда. Он сюда завернул? Слушай, Брон, мне кажется, нужно быть максимально поаккуратнее со всем этим. Он бежал вот где-то в ту сторону. Вот, следы ведут где-то вот сюда. Здесь следы пропадают. Мне кажется, что картун-кэт прямо отсюда пригнул в дом. Пойдём проверим, осмотрим этот дом. Только, ребята, мы заходить туда не будем. Нужно сначала обогнуть весь дом и посмотреть, в полной ли мы безопасности. Это раз. Только поаккуратнее, ребята. Если увидите картун-кэта, сразу об этом говорите. Давай вот с этой стороны зайдём, посмотрим в этот дом. Там с этой стороны можно полностью посмотреть, что в доме есть. Посмотри пока, что на первом этаже. Только сам не заходи без меня. Сейчас я камеру на борщевик поставлю. Вроде бы держится. Ты что, туда залез? Да давай, давай. Да вылезай. Да пойдём, посмотрим. Надеюсь, там камера пишет. Ой, ёкарный баба, ребята. Что такое? Что с этим коптером не так-то? Блин, надо экстренно сажаться, ребята. Так, какая-то ерунда. Помеги какие-то, блин. Так, всё. Так, посадка, посадка, посадка. Срочно посадись. Ребята, я слышу постоянно какие-то звуки. Мне кажется, мы в этом здании не одни. Надо ещё держаться друг от друга чуть-чуть подальше, потому что если мы будем ходить в одних местах, то пол точно не выдержит. Может, попробуем на второй этаж залезть, Артём? Слушай, можно попробовать, давай. Так. Так, Артём, аккуратно, здесь пол провалился. Давай. Ай, Бруно, стой! Блин! Ё-моё, беги! Давай, беги, беги, беги! Ребята, там картунгкет! Давай, бежим, Артём. Я тут отбиваюсь от этого кета. Давай. Ребята, блин, это капец. Бруно, давай, сюда бегом! Так, держи, кот, на тебя, так! Бруно! Я ну, кау, поймал! Ё-моё! Бруно! А он меня за ногу держит, Артём! Ты его подни, другой, Бруно! Всё, я его с вертухи вырубил. Прыгай, прыгай, спускайся, Бруно! Он почти очнулся. Всё, давай кепку, всё, побежали, побежали. К Сафику, к Сафику! Сафик, там Бруно чуть не схватил картунгкет! Закрой палатку, закрой! Закрывай, давай! Сафик, чё ты сидишь, молчишь-то? Как с этого, блин, дрона смотришь? У меня дрон сел и приземлится на запасной площадке. Пацаны, давайте без паники. Нам нужно хотя бы хоть как-то минимально успокоить себе нервы. Как тут успокоишься? Давай чем-то займёмся, всё. Зайди просто в кроссаут. Давай, скинем пыл. Готов, Бруно, если что, запустишь постоять. Ооо, это чё, сзади меня там подпёрл какой-то комбайн? Кроссалт! Абсолютно нету никаких картунгкетов. Так что ты можешь играть в эту игру и просто кайфовать. Ема, 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 поеми. Да! Бруно, помоги меня тут таранить. Да что, я всё ещё тут, это, на такси еду. Стреляй, стреляй. Так, блин, ребята, я горю. Во-во-во, сейчас, сейчас противничка-то подстрелю. Да! Ребята, это капец, я горю уже где-то одну минуту, и я живой. Это потому, что я подобрал правильные детали из сотен деталей. Так, вот ещё один едет, Романус. Так, сейчас я его взорву быстренько. Романус? Да, 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 всё, взорвали. Хорошо, что у тебя ещё пушка осталась. Ребята, я не могу перемещаться, но зато у меня... О-о-о! Я могу тебе помочь перемещать? Меня, видимо, Бруно толкает. Так, ещё немножечко, как ты не взрываешься-то капец. Я не знаю, я, кажется, очень сильно хорошо детали подобрал. Фу-у-у, победа! Ребята, мы одержали победу, фу, стало гораздо прям лучше. Фу, Бруно! Я прям конкретно подрасслабился с красаутом. Но реальная жизнь не такая красочная, как красаут. В реальной жизни существует картун-кэт, который прямо сейчас за нами охотится. Я бы хотел жить в мире красаут, где постапокалипсис, пушки, взрывы и всё это бесплатно по первой ссылочке в описании. Ребята, и запомните, что там же ещё по ссылочке идут крутые бонусы. Пацаны, уже столько времени прошло. Может, посмотрим ловушки, которые я поставил? Вон здесь слева, если что ловушка, если он там попался, то это капец. Капканы разряжены. Они сработали, но тот, кто сюда попал, он убежал. А где другие капканы? Другие капканы там, на северо-востоке. Ребята, там кровь, там вся стена в кровь. Крупно, крупно подсними, прям крупно. Вот и тут. Ребята, в этот капкан попал картун-кэт настоящий. Он сейчас ради нас здесь ходит. Он, по-любому, сейчас на нас очень зол. Ребята, вот он! Я ничего не вижу, куда бежать? Давай, к тачке, к тачке. Ребята, ребят, стой. Скачивай красаут по первой ссылочке в описании. Игра просто пуля. Ребята, там очень крутые бонусы. Прыгай, 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 давай. Готуй, готуй, готуй. Тыкай, тыкай на пулю. Тыкай вот сюда, ребята, чтобы вы пришли и вернулись. Не нашли Соника и Гзи. Картун-кэт!